Храните шубу в сухом и чистом месте, далеко от влаги и пыли. Также избегайте мест хранения таких теплых или влажных, таких как балкон, лоджия, потому что у нас были такие случаи в ателье, когда люди хранили на какой-то период времени, прятали там шубу либо вывешивали почему-то на балкон. Регулярно проверяйте шубу на наличие моли и других вредителей, особенно в теплые месяцы года. Неизвестно откуда попадает моль, например ваш дом, но при этом, если вы сразу ее обнаружите на изделии, то есть у вас будут волоски линять, ваша шуба начнет линять и много будет пушистой борсы сверху шубы. Это говорит о том, что в ней залилась моль, то есть чем раньше вы ее обнаружите, тем быстрее можно обработать шубу и избежать негативных последствий. Храните шубу в натуральном чехле из натуральных тканей, то есть это хлопок или лен, чтобы шуба дышала. Используйте ароматические средства, которые отпугивают моль. Их можно купить в магазине, там где химия, а также можно положить натуральные травы, такие как мята, лаванда, можжевельник, которые являются натуральными репеллентами. Периодически проводите профилактическую обработку шубы специальным средством от моли. Это можно сделать в домашних условиях. Например, вы купили средства от моли в магазине, только берите хорошие, известные фирмы. И на определенном расстоянии, как написано на баллончике, вы можете обработать свою шубу, одеть в полиэтиленовый пакет, только не надо сворачивать, а вывесить ее. И таким образом и закрыть, запечатать на какой-то период времени, который указан в принципе на баллончике. А затем уже вытянуть и проветрить ее. И соблюдение этих рекомендаций поможет вам сохранить шубу в хорошем состоянии и защитить ее от моли и других вредителей.